Славянские племена Один из самых интересных моментов в этом жилище – это вход, который, в общем-то, заканчивается где-то здесь. То есть, скорее всего, это были ступеньки, которые позволяли спуститься с уровня поверхности в эту полуземлянку. Их было как минимум две, хотя, возможно, больше. Здесь была дверь, вот, можно увидеть два столба, видимо, от двери. Древнерусская постройка как бы приглашает войти в первую половину XII века. Слева от двери яма там хранили зерно для ежедневных нужд, а напротив очаг – необычный. Печь очень нетипична для нашей местности. То есть, обычно у нас печи были глинобитными, то есть, они были оторваны от стенки котлована и слеплены из глины, собственно. А в данном случае она вот именно врезана в стенку жилища. Такая печь больше напоминает камин. Есть и еще один нерядовой факт – само расположение жилой постройки. В этом году археологи изучают территорию, примыкающую городищу, укрепленному сердцу любого крупного древнерусского населенного пункта. А рядом с крепостью такие постройки старались не возводить, а не мешали обороне. Даже известно, скажем, из истории деяния Владимира Мономаха, во время осады даже сносили постройки, примыкающие к укреплениям, на расстоянии полета стрелы. Такие факты известны. Объект уникальный, об этом говорят и находки. Некоторые относятся к VI-V векам до н.э. На данный момент самой ранней находкой мы можем считать наконечник с киской стрелы. Сделанный из бронзы, очень хорошей сохранности, очень хорошего качества. Среди находок – наконечники стрел более позднего времени, предметы конской уприжи, золотордынские монеты, замки, различные ключи. Интересна вот данная находка. Пока предполагаем, что это кистень, костяной кистень, который также использовался, мог использоваться воином и наносить серьезный урон врагу. Интересно то, что с обеих сторон здесь нанесены изображения креста. Опять же, почему, что они означали, пока для нас это загадка, но будем стараться понять. Впрочем, одно предположение есть – пусть к нему исследователи относятся и с осторожностью. Такими пометками воин обозначал поверженных врагов. Возможно, на многие вопросы ответы найдутся уже после экспедиции в тиши научных кабинетов. Впереди многомесячное скрупулезное изучение находок.